Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим о московском проекте «Героями не рождаются наши дни». У нас в студии организатор проекта Эмма Рождественская, автор одного из рассказов сборника «Героями не рождаются за родину» Любовь Косищева и актриса Ольга Будина. Ольга Александровна, Эмма Владимировна, Любовь Олеговна, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Эмма Владимировна, как родилась вообще идея издания вот этих вот книг? Проект «Героями не рождаются наши дни» родился из нашего глобального, уже широко всем известного проекта «Многонациональная победа», в котором принимает участие более 70 тысяч человек за пять лет его реализации. Когда мы начали этот проект в 1923 году и стали собирать рассказы для публикации в «Народном альманахе. Незабытая история победы», мы получали письма от людей с просьбой включить рассказ о наших современниках. Это люди, которые отдают свою жизнь сегодня и снова противостоят нацизму и фашизму, как и тогда, почти 80 лет назад. Люди стали присылать нам свои рассказы о своих соседях, братьях, о своих отцах, о своих мужьях, матери, о своих сыновьях и дочерях. По сути, этот проект можно назвать народным. И сборник также народный. А в каком формате это присылается? По электронной почте или по старинке? Рассказы присылаются на нашу электронную почту в формате рассказов в прозаической форме. В этих рассказах люди описывают историю о своем герое. Это не только биографическая справка. Люди пишут о том, какие события произошли. Люди пишут о межнациональной дружбе, о межнациональном взаимодействии, о сотрудничестве людей, о взаимопомощи и взаимовыручке, о боевом братстве. Они пишут о том, что важно и значимо для каждого человека, который решил посвятить свою жизнь защите нашей страны от вот этой вот новой чумы 21-го теперь уже века. — Любовь Олеговна, я, насколько понимаю, вы один из авторов. То есть вы написали что-то. О ком вы написали? — Я прислала рассказ о своей дочери, которая сегодня служит в зоне СВО. Решила рассказать путь рождения своего героя. Дочери, которая является старший лейтенант медицинской службы, начальник медицинской службы полка. И служит сегодня там. И уже вот вторая командировка, шестой месяц, она там находится. — Я на фото вижу, совсем молодая дочь у вас. — 25 лет. — А молодой человек есть у Дарьи? — Да, молодой человек есть, хотел сказать об этом. И это несколько успокаивает меня как маму, потому что они однокурсники, они заканчивали вместе. Он тоже медик. Закончили они первый медицинский университет имени Сечного. Вот. И выпускаясь в 22-м году, получили распределение в совершенно разные, кардинально разные места. Он на Сахалин, а она в Мурманскую область. И когда они это все поняли, что они разъезжаются, они решили пойти и связать себя узами брака, чтобы распределение их соединило. Так как по закону... — Так он не молодой человек, он муж, получается. — Сейчас уже муж, да. Сейчас уже муж, да. Вот. И таким образом они попали в одно место службы. Одно место службы у них. Он уехал сразу же через месяц после того, как надел погоны. И больше не возвращался. Вот с октября 22-го года он находится в зоне СВО. — Про Романа тоже надо написать в сборник. — Следующий сборник, который мы планируем уже к 17 октября, выпуск. Приглашаем к участию в написании рассказов. — Оль, а вот вы не находите, что историю, которую Любовь рассказала, очень кинематографичная? Такая, что просто вот для такой военной, хорошей, красивой мелодрамы... — Я очень надеюсь, что вот сборник этих рассказов вдохновит наших кинематографистов на создание произведений, рассказывающих о том, каким образом люди вообще приходят к подвигу. Ну не просто же так у них в голове что-то перещелкнулось. Они ведь прошли какой-то путь к этому. Что-то у них там повернулось. То есть о чём они думали, какие-то были порывы. Вот этого очень не хватает. И то, что сейчас такой народный проект возник, это настолько естественно, настолько правильно. И мне кажется, это должна такая просто волна нас захватить подлинных, искренних, настоящих историй. — Это фактически готовая сценарная такая разработка очень красивой истории. То, что вот это врачи, тем более. Вы, кстати, насчёт врачей. Вы ведь много выступаете в госпиталях перед ранеными нашими бойцами. И вы знаете какие-нибудь истории, которые, с вашей точки зрения, тоже могли бы войти в такие сборники? — Я сейчас сняла фильм про наши герои фронта и тыла на территории Белгородской области. — Оля, я хочу уточнить, это документальный или игровой? — Нет, это документальный фильм. И вот у меня там есть две героини, даже, скажем так, три героини, совершенно удивительными судьбами. Они специально приехали в Белгородскую область из других городов для того, чтобы ухаживать за ранеными. То есть они сменили свою работу, сменили место своего проживания. Приехали и нашли такую работу, которая позволяла бы им полдня проводить в госпитале. Вот они за свой счёт снимают квартиру и ходят во второй половине дня каждый вечер. Ну и, разумеется, все выходные дни. Они ухаживают за ранеными. Но это очень тяжело. Вот, очень тяжело. А ещё они, для них артисты. То есть после того, как они уже всё сделают, нужно и боевой дух поднять, то есть петь вместе. И они записывают свои песни. Очень красиво поют на два голоса мама и дочь. Совершенно удивительно. Причём песни могут писать бойцы, кто-то из знакомых пишет музыку. И вот это народное творчество такое настоящее родное. Эмма Владимировна, а вот кто решает, какой рассказ попадёт в сборник? Какой рассказ нужно доработать? Там есть какая-то отборочная комиссия, жюри? Как это всё происходит? Да. В рамках проекта существует организационный комитет, который я возглавляю. В организационном комитете существуют жюри. Председателем жюри является генерал-майор, председатель правления Общероссийской организации офицера России, генерал-майор Сергей Анатольевич Липовой. В состав жюри входят эксперты в области национальной политики, безусловно, герои России, участники специальной военной операции. Предварительно мы отбираем рассказы по формальным признакам, потому что назвать это конкурсом просто язык не поворачивается. Как может быть конкурс из того, что болит, что сегодня животрепещет, и то, что о любви? Это не конкурс. Это скорее отбор на соответствие определенным критериям, чтобы рассказ был написан в прозаической форме, чтобы он соответствовал морально-этическим нормам, чтобы он содержал ту информацию, которую мы можем допустить в публичное пространство, чтобы там была не только биографическая справка, но и рассказ о межнациональной дружбе, помощи, взаимовыручке, боевом братстве, о каких-то героических поступках, о том, что привело. И личное отношение. Такие рассказы мы им, безусловно, даем приоритет и размещаем в этом сборнике. Есть рассказы, которые присылаются просто с биографическим перечислением справок. Мы просим таких авторов доработать проект и прислать нам его уже в следующий сборник. Чтобы там был сюжет какой-то. Да, чтобы был какой-то сюжет, сюжетная линия. Для нас важно, чтобы в каждом сборнике была именно ценность человека отражена, его внутренние ценности. Что его мотивировало пойти сюда на службу, на защиту своей Родины? Ведь здесь же не только профессиональные военные, здесь и добровольцы. И вот как Любовь рассказывала девочке, что их толкает, что их зовёт, зачем они идут туда? Ведь это же говорит о том, что эта семья воспитала любовь и низкий вам поклон. Воспитала своего ребёнка в соответствии с внутренними ценностями любви к Родине. Если у неё есть любовь, она может поделиться с этим своей дочерью. А дочь дальше понести и поделиться этим с другими людьми. У нас в третьем сборнике, кстати, вот он у вас на столе, в третьем сборнике есть рассказ о Катерине Ивановой. Она тоже прапорщик военной службы. Она с собой закрыла бойца, получила тяжелейшее ранение, получила орден за этот свой поступок. Но это хрупкая девушка, которая не подумала о своей жизни. Она подумала о любви, о том, что здесь лежит такой же человек, как она. Он тоже достоин жизни. И она это сделала. Вот Любовь Олеговна рассказывала, что Дарье, вы не сказали о том, что выйдет такой сборник. А мне интересно, вот теперь, когда он вышел, те люди, о которых написали, они увидят это? Безусловно. Куда тираж отправляется? Безусловно, люди это всё увидят. Первое, что у нас после каждого такого отбора рассказов проводится торжественная церемония награждения, на которую мы приглашаем авторов рассказов, вручаем им этот сборник, вручаем им диплом участника рассказов. И, безусловно, дополнительный тираж в количестве 10 тысяч экземпляров. Мы его распространяем. Вот большое спасибо Сергею Анатольевичу Липовому за то, что он распространяет этот тираж на территориях Луганской, Донецкой республики, в кадетские корпуса, везде, где они посещают ребят. Мы отдаём это в школы кадетам, получаем очень много откликов и писем от людей, от школьников, от директоров школ, которые нам пишут «Спасибо вам огромное». Это и есть патриотическое воспитание. Вот это то, на чём можно воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине. Это истина, это правда. Это то, что мы можем сегодня увидеть, что мы можем подтвердить, и это наши современники. Конечно, огромная благодарность Департаменту национальной политики и межрегиональных связей за финансовую поддержку, организационную поддержку. Огромное личное участие Сучкова Виталия Ивановича, который глубоко понимает эту тему, он сам военный в прошлом. Человек, понимающий, что значит служить Родине и что значит служить Отечеству. Это человек, для которого слова «патриотизм» не пустые слова. Он знает это на уровне, можно сказать, клеток ДНК. То есть он сам впитал всю суть и сущность понимания, что такое любовь к Отечеству, любовь к отчизне. Он сам является военным. Ну и, безусловно, офицеры России Сергей Анатольевич Липовой, генерал-майор, герой России. И здесь даже говорить не приходится. Это образец чести, долга, совести, патриотизма и отдачи безграничной. Любовь Олеговна, вот как это произошел разговор? То есть как вы узнали о том, что Дарья отправляет в зону СВО? Она всегда хотела помогать людям. С самого начала она знала, что она будет врачом. И уже где-то в классе 10-м она знала, что она и хочет именно быть военным врачом. Вот что двигало ею и что ею сейчас руководит там. Почему она там? Ее прадедушка, мой дедушка, прошел всю войну. Второй дедушка, он в 42-м году погиб под Ленинградом. День Победы — это один из основных праздников у нас в семье. Мы, в принципе, все собираемся и День Победы отмечаем. В семье это почитаемо, это важно, это воспитывает. Даша с этим росла. Когда она получала уже погоны, СВО уже началось. В августе 22-го она получала погоны, а в феврале у нас началась спецоперация. Даша и еще две девочки, они наравне с ребятами решили, что они продолжат свою службу. Любовь Олеговна, я вот понимаю, что называется сборник «Герои имени рождаются». Героев воспитывают такие мамы, как вы. Это путь, да. И огромное вам спасибо за Дарью. Вам огромное спасибо за вашу работу. Ольга, вам тоже низкий поклон от всех. Я знаю, как ценят люди, которые там, и как ценят они, что есть представители нашего кинобомонда. Им это очень нужно. Да, я это просто знаю, я слышал конкретно. Огромный низкий вам всем поклон, а мы после паузы продолжим разговор о сборнике «Героями не рождаются». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ж Bamова